Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех, кто вот сейчас включил канал ТВ-21. Вы смотрите очередной выпуск программы «Школя». Сегодня мы вновь расскажем о самых интересных событиях из жизни юных боевлян. С вами сегодня мы, ученики школы номер один, Алексей Прибучко и Ксения Смирнова. Дни, которые идут сейчас, называются святками, а начались они 7 января, в праздник Рождества Христова. Именно тогда зажглась на небе Вифлеемская звезда. «Вифлеемская звезда» – это еще название ежегодного конкурса детского творчества, посвященного рождественской теме. Юные боевляне традиционно принимают участие в этом конкурсе. Этот год тоже не исключение. Победители конкурса, а среди них есть и буйские ребята, награждали в Костроме. В Костроме зажглись новые звезды. Более 200 юных дарований стали победителями и лауреатами 11-го областного открытого фестиваля конкурса «Вифлеемская звезда». 15 января в КВЦ «Губернский» состоялся заключительный галоконцерт и награждение призеров фестиваля. Город буй представляли Смирнова Яна, ученица пятого класса школы номер 9. У нее первое место в номинации «Художественное слово». Рахимов Александр, учащийся детской музыкальной школы, победитель в номинации «Музыкальное искусство», преподаватель Ловчегова Людмила Анатольевна и трое учащихся детской художественной школы имени Николая Петровича Якушева, победители в номинации «Изобразительное искусство». Зайцева София, преподаватель Голунова Виктория Владимировна, Соболева Анастасия, преподаватель Румянцева Наталья Валерьевна и Волкова Анастасия, преподаватель Уварова Алла Анатольевна. Чувствую радость, восторг. Я даже не ожидала, что так получится, чтобы наполнить людям, что это самый лучший праздник. Люди заканчивают свой пост и рождаются владенец. Это счастье. Все самое лучшее. Кому благодарим? Жюри, преподаватели, родители. Мы тоже помогали. Всех. Как ты считаешь, конкурс цифремовская звезда, что в нем особо? Ну, то, что касается именно религиозной темы. Религия – это всегда воспитание народа идет. И именно от религии, которую ты исповедуешь, зависит, собственно, и менталитет народа. У каждого разная религия, и поэтому у них свое нравственное восприятие и своя море. Ты можешь сказать какие-то слова благодарности своим преподавателям? Они помогали? Конечно, потому что они мне помогали. У меня было много набросков, но они определили единственные, что исправить в нем, какие добавить. Тем более, всех сложнее добиться свободы тональности. У тебя все совпадало, чтобы ничего не выбивалось в композиции. И в этом учитель всегда помогает. Волнение, в то же время радость, потому что был священный праздник Рождество, который семейный, в который все должны благодарить Бога. То, что Он послал нам Спасителя нашего Христа, который расплатился за наши грехи. Я делала работу, которая посвящена рождению Христа Спасителя. Называется она «Ликует небо и земля», потому что очень много света от звезды. И эти теплые тона, нимбы, ангел, который возвещает весть о рождении Христа Спасителя. Хочу поблагодарить свою учительницу, потому что, если бы не она, я бы не смогла узнать больше и не сделать такой замечательной работы без помощи. Хочу поблагодарить еще свою маму, которая мне покупает такие замечательные книги, которые я могу читать. Остроение отличное. Такое... Даже не знал, что я выиграю, что первое будет. Не ожидал. Волнуюсь немного, но конкурс-то сам уже позади, уже не так сильно можно волноваться. Я очень рад, что мне удалось поучаствовать в нем, потому что это все-таки рождественский конкурс. Мне он дает душевное настроение. Фестиваль «Вифлеемская звезда» стал сценической площадкой почти для трех тысяч юных дарований в возрасте от 5 до 25 лет из всех муниципальных образований региона. Традиционно конкурсные отборы проводились по четырем номинациям – художественное слово и театральное искусство, литература, история, краеведение, музыкальное искусство, изобразительное искусство. На галоконцерте победители фестиваля, лауреаты первой степени, а это 43 солиста и индивидуальных автора и 12 коллективов награждены дипломами и подарками. Нет, наверное, ничего светлее и добрее и возвышеннее, чем видеть творчество таких детей. Самое главное – творчество основано на ценностях, на ценностях, к которым мы живем, к которым мы стремимся. Это нравственные ценности, семейные ценности. Искренние слова благодарности в первую очередь вот этим юным талантам и особенно педагогам, которые их готовят. Ну и, безусловно, огромные слова благодарности родителям, потому что родители закладывают в них то, что потом вырастает из человека. Ну и, безусловно, слова благодарности тем, кто стоял у истоков. Безусловно, это Костромское епархиальное управление. Есть там такой человек, протеерей Виталий Шастин, который в 2000 году был один из инициаторов, основателям этого прекрасного фестиваля конкурса. Глубокие слова признательности и уважения, Ваше Преосвященство Вам, Владыке Костромскому и Гальческому, организаторам, департаментам, администрации, конечно, губернатору, который продолжает нести очень высокую планку этого фестиваля. Сейчас идут святые дни, святки, замечательные дни, когда мы вспоминаем пришествие в мир Спасителя. Сегодня память замечательного русского святого преподобного Серафима Саровского. Всех вас поздравляю с этими праздниками. Суть нашей христианской проповеди – познакомить людей с радостью о Святом Духе. Человек, который вошел в религиозную жизнь, обязательно обретает радость общения со Христом. Чем человек чище, чем у него чище сердце, тем больше радость он получает. И, конечно, в первую очередь такими людьми, которые могут обрести эту радость, являются дети. Вот конкурс наш предназначен для того, чтобы детей познакомить не только с церковью, как-то с христианским миром, жизнью, но, конечно, чтобы они могли обрести эту радость общения с Богом. Еще раз повторю, им, как безгрешным, еще чистым – это легче, чем нам взрослым. И я хочу, конечно, как епископ, выразить удовлетворение тому, что у нас уже вот 11-й год проходит этот конкурс. Я хочу сердечно поблагодарить и лично губернатора, всех сотрудников администрации областной, которые причастны к этому хорошему делу, всех директоров, педагогов, родителей, всех организаторов этого замечательного конкурса. Пожелать, чтобы и в дальнейшем у нас каждый год этот конкурс проходил, развивался, чтобы как можно больше детей через это находили свои таланты, обретали ту радость общения со Христом, о которой мы говорим. С праздником всех и желаю всем успехов, поздравляю победителей, всем Божьим благословением. Поздравляем наших ребят с успехом на этом престижном конкурсе. Но я думаю, что стоит и рассказать о тех, кто занял на Вифлеемской звезде вторые и третьи места. Этих ребят поздравлял благочины Буйского и Сусанинского районов отец Аркадий на рождественском концерте, прошедшем в социально-культурном центре «Луч». Субтитры создавал DimaTorzok Традиционный рождественский концерт состоялся в социально-культурном центре «Луч» 8 января. Назывался он «Созвездие» и собрал действительно целое созвездие юных талантов – певцов, танцоров, чечецов. В зале собрались самые преданные зрители – родители, бабушки, дедушки, друзья. Каждый номер программы встречали громкими аплодисментами. Гостей концерта своим творчеством радовали воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы, Дома детского творчества, студии современного танца «Имидж-фактор», солисты социально-культурного центра «Луч». Несколько лет администрации Костромской области совместно с Костромской епархией Русской Православной Церкви проводится областной открытый фестиваль-конкурс «Прифлеемская звезда». В Буе проходит городской этап фестиваля. Его темами являются православные праздники, Рождество Христово и Богоявление. И если ребят, занявших в конкурсе первые места, награждали в Костроме, то призеров чествовали в Буе в рамках праздничного концерта. Эти талантливые юные боевляне заняли вторые и третьи места в номинациях «Музыкальное искусство» и «Изобразительное искусство». Также были вручены специальные дипломы фестиваля. Сегодня приходится, конечно, тоже от своего лица поздравить всех наступающих. Несомненно, они показали то лучшее, что у них есть. То есть они выражали эту веру своими наплакающими. Конечно, у них дела-то никакие собственности нет, это они хотя бы так, это свои такие подарки поднесли Рождеонному Христу. Поэтому мы их всех поздравляем, всех участников. И желаем, чтобы дальше они так же развивались и не остывали. Вот в этом восхождении Богу. Каждый праздник Рождества Христова приносит чудесные мгновения, незабываемые минуты счастья и благодати. Артисты пожелали зрителям счастья, здоровья, радостных дней и благополучия. И пообещали и впредь радовать такими прекрасными концертами. Каждый ребенок в детстве мечтает оказаться в настоящей сказке. Такую возможность каждый год предоставляет юным боевлянам Дворец культуры железнодорожников. Коллектив шоу-театра готовил для маленьких зрителей и их родителей красочно театрализованное представление. В этом году о борьбе добра и зла рассказывал шарманщик, а после, как обычно, все отправились на хровод к елке. Без преувеличения можно сказать, что новогоднее представление от шоу-театра Дворца культуры железнодорожников ежегодно посещает несколько тысяч взрослых и детей. В этом году зрители пришли на сказку веселой шарманки. По традиции, каждый спектакль начинается со знакомства с юными боевлянами. Сказочные персонажи приглашают их прочесть новогодние стихи и получить за это сладости. Во всех своих сказках артисты шоу-театра стараются показать маленьким зрителям важность доброты, справедливости, честности и нынешние представления не стало исключением. Повествование вел шарманщик. Он пообещал детям необыкновенную сказку, полную неожиданностей. Первыми на сцене появились король с королевой. Они открывали свой бал, на который пригласили не только многочисленных зрителей, но и много разных принцесс. Вот вышла принцесса цветов, а следом принцесса мыльных пузырей. С палитрой и кистью прибыла принцесса красок. Но, как это часто бывает, праздник едва не испортила волшебница-ведьма со своей темной свитой. Она была весьма недовольна атмосферой добра и веселья. Чтобы уравновесить силы, король и королева призвали еще одну маленькую фею – принцессу пения птиц. Она пожаловала не одна, а замечательным ансамблем танцующих птенцов. Именно их и похитит злая колдунья. Свита скрылась в неизвестном направлении. Все принцессы во главе с королем отправились их искать. Ведь праздновать главный зимний праздник обязательно нужно всем вместе. На пути им встретились чертята с их дедушкой-чертом. Воинственные амазонки, которые прекрасно танцевали, но все же сдались благодаря помощи зрителей. И другие персонажи, которые помогали добру победить зло. Герои вызвали трех птенцов из плена и все вместе отправились встречать Новый год. Это мой любимый праздник. А почему? Ну не знаю, веселье как-то. Очень люблю. С детства люблю его отмечать всегда. Ну маленький ждал Деда Мороза. А сейчас, ну как бы каждый Новый год у меня связано с тем, что мы дарим детям радость, показываем сказки. Добро всегда побеждает. И сегодня оно тоже победило. Дети любят сказки смотреть? Ну приходят, да, радуются, хлопают, аплодируют. Помогают нам, встают, танцуют с нами. В этом году шоу-театр под руководством Евгения Оларева показал 10 представлений в Буе и одно в Вологде. Коллектив на сегодняшний день посещает 25 человек. Это школьники, кому нравится театральное искусство и общение со зрителями. Кстати, общаются артисты с малышами не только в зале, но и на обязательных хороводах у елки. Они проходят после каждого спектакля. Здесь Дед Мороз и Снегурочка в окружении героев сказки проводят для гостей конкурсы, дарят подарки, желают всем счастливого и радостного Нового года. Мы каждую неделю ходим сюда, репетируем. И у нас сказка каждые полгода. И перед сказками мы все время репетируем, чтобы дети порадовались за нас. Показать им эту самую сказку, чтобы они пришли, и в глазах их была радость. И с такими же глазами они ушли. Ну хорошо, хорошо. Позвать немножко. А ну-ка, сломая, освобождай скорее. Все, все, освобождаю. Эй, вы чары, все уйдите, все плохое унесите. Мне опять не повезло. Пусть на век уйдет все зло. Ну что ж, ребята, добро в нашей сказке победило. Зло наказано. Спасибо моей шарманке за такую хорошую сказку. Спасибо всем героям. Спасибо вам, ребята, за то, что внимательно смотрели, слушали и переживали вместе с нами. Верьте в дружбу, добро, справедливость. Верьте в наши сказки. И пока мы живы, им никогда не придет конец. Традиционно дворец культуры проводит рождественские каникулы, множество мероприятий. Без внимания не остается и праздник Рождества. В этот светлый праздник артисты дворца подарили боевлянам отличное праздничное настроение, порадовав их рождественским концертом и своим талантом. На холодильник, инея и снега Разцвели хрустальные сады К нам в окошко с праздничного неба Бьется свет мерцающей звезды В каждый день, в каждую светелку Златокрылый ангел прилетел Он сожег рождественскую елку И на нас с улыбкой посмотрел КОНЕЦ КОНЕЦ И Новый год, что вовремя настанет Исполнит в них мечту твою У-у-у-у-у-у left- cubes и снежика не распродаешь Твои ладони не расят Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» тоже было фортепианным. Прелюдия Лядова. Как ее оценят мэтры? А судьи единогласно оценили высшей оценкой. Каждый поставил 10 баллов. Оценки не озвучивались. Остались в протоколах. О решении жюри предподаватель Саша Людмила Ловчегова узнала на собеседование после конкурса. Второе произведение – джаз-вальс. Как говорят участники, играли для создания праздничного настроения у всех в зале. Самое, конечно, для меня всегда интересное. Жюри не озвучивали до самого конкурса. И буквально вот они представляли, только я посмотрела в зал. 8 человек сидит в жюри. У меня сразу все равно как-то страшновато. И когда начали говорить, там практически половина жюри пианистов и скрипачей сидели из Санкт-Петербурга. Все играющие, все лауреаты международных конкурсов. И был еще один представитель из Болгарии. Он всегда приглашенный у них. Зал огромный. Я, конечно, переживала. Сначала хотели с микрофоном играть, но потом все-таки мы решили без микрофона. Думаю, все-таки нет такого искажения звука. Но когда вышел и сыграл, я уже поняла, что он сыграл достаточно хорошо. Даже по тем аплодисментам, которые, в общем-то, его провожали. Да, вызвало выступление его. И мы больше не стали ждать, потому что мы приехали в самый мороз. Там было 28 градусов. Народу на конкурсе было достаточно много. Более 400 человек. И, знаете, такой огромный, как сказать, территориальный объем, охват. Очень, ну, столько было просто со всего. Очень хорошие, сильные ребята были с Новосибирска. Ну, там всегда в Новосибирске очень хорошая школа музыка. В смысле, вот школа как баянная, так скрипачи были очень хорошие. После Саши как раз девочка выступала. Она тоже первое место заняла. Башкортостан был. Даже из Китая была девочка. Там вот она у пианистов. Пианистов было очень много. Они вообще всю первую половину дня выступали пианисты. И поскольку в жюри были пианисты, мне, конечно... А мы играли тоже фортепианную музыку. Поскольку так выбрали программу, что всё-таки рождественская как бы эта вот встреча. И мы играли Александра Константиновича Лядова при Люде, поскольку он работал в Санкт-Петербурге в своё время. Был профессором в консерватории, и педагогом, и композитором. И по фортепианное произведение, конечно, я немножечко побаивалась, поскольку там пианисты все играющие были. Но вот так вот. И второй мы, поскольку праздник тоже, мы сыграли джаз-вальс с ним. Поэтому, чтобы и настроение создать вторым произведением. И вот уже вечером, значит, когда было награждение, вынесли призы там, всё. Ну, я стою на сцене, вызывают и вызывают, и вызывают там всех ребят. Нас пока не награждают. И смотрю, там такие вот два больших красивых кубка стоят. Ну, думаю, наверное, значит, вот для кого-то гран-при. Когда объявили гран-при, я, конечно, честно говоря, я не надеялась. Но думаю, что-то... Поскольку я послушала вот из скрипачей только на репетиции, когда мы были на репетиции, было очень много народу. И вот тут я послушала, кто как играет. И вокалисты были, послушала, как поют, как играют. Очень вот домристка из Нижнего... Из Новосибирска, но уже профессионал из училища. Вот у неё тоже гран-при. Было, ну, в своей вот этой профессиональной группе. Значит, а тут вот вызывают, и вдруг вот, значит, гран-при объявляют Рахимов Александра. Рахимов Александр. Он не был готов тоже, да, Саша? И поэтому так очень скромно, очень скромно вышел. Ну, конечно, аплодисменты такие поздравления. Мне, конечно, было очень приятно. И после этого, значит, у нас как бы ещё... Саша остался в зале, я пошла на собеседование с членом жюри на встречу. То есть я когда пришла, они говорят, что единогласно там была десятибальная система, то даже не было сомнений, что все поставили десятки ему. Это начало года. Вот это уже хороший... Задел. Задел, да. Несмотря на то, что год высокосный, но я всегда настраиваюсь на то, что это совершенно ничего не значит. И потом, это очень хороший у нас же в этом году юбилей школы будет. Вот. И получилось так, что я вместе со школой как бы родилась. И у меня тоже самое, тоже юбилей. Поэтому я как бы вот уже... Мы свою лепту уже с Сашей тоже внесли. И достаточно хороший, я считаю, вот этот вот подарок школе. И надеюсь, что это не единственные. Остальные тоже ребята продолжат, кто будет уже ездить на конкурсы. Мы надеемся. И поэтому сейчас мы дня и затраты такие были. Я бы очень хотела поблагодарить Ольгу Михайловну за то, что она нам помогла вот с этой поездкой. Потому что и там были великолепные экскурсии. Мы съездили в Царское село и посмотрели и дворец. А потом была замечательная совершенно поездка по всему Санкт-Петербургу, обзорная. Вот такая. Я бы хотела поблагодарить Сашиных родителей. Это маму Елену Владимировну и папу Маису Малиховича, поскольку они очень переживали, волновались за нас. Но самое главное, они нам еще обеспечили транспортировку. Как бы у них там родственники живут. И поэтому с Баяном и со всеми чемоданами очень тяжело всегда по метро. А все-таки нас и встретили, и проводили. Поэтому вот эту заботу такую я очень благодарна им. Ну и, конечно, благодарна, что Саша меня слышал, слушал. И как-то мы настроились, как единая команда, уже пошли выступать. И вот у нас все получилось. Что тебе сказали родители, когда узнали, что у тебя гран-при, главный приз? Сказали, что я молодец и продолжать дальше так заниматься. Они очень гордятся мной. Мне нравится заниматься музыкой, потому что это самый сложный предмет общообразовательной школы. То есть здесь труднее? Здесь самое трудное образование. Тут сначала надо выучить пьесу, потом надо хорошо ее, правильно ее сыграть. Поблагодарю своего преподавателя Милу Анатольевну за подготовку к конкурсу и за помощь перед ним. Она меня поддерживает морально. Я хотела сказать спасибо родителям и Ольге Михайловне за то, что помогла на конкурсе поучаствовать и вот это все организовать. Я хочу всем пожелать не бояться вот этого высокосного года. Высокого уровня конкурсов. Да, понимаете, вот как себя настроишь, то есть не только как себя настроишь, а, конечно, если будешь работать серьезно и если будешь отдавать вот это вот все знания свои, все умения и всю душу. Людям мы всегда идем с этим на конкурс, что мы идем дарить радость. Дарить радость людям. И поэтому вот, наверное, с таким настроением все получается. Потому что музыка, это, конечно, всегда прекрасно. Какими только называли наши зимние каникулы. И веселыми, и радостными, и яркими, и волшебными. А еще это были научные выходные. Именно так называлось увлекательное шоу профессора Николя, которое состоялось во Дворце культуры железнодорожников. В новогодние каникулы для буйских детей было организовано множество интересных программ и мероприятий. Это делали и местные организаторы, и приезжие. Во Дворце культуры железнодорожников были организованы научные выходные. Это мероприятие прошло в рамках известного шоу сумасшедшего профессора Николя. К нам же в буй приехали два профессора, Илья и Марина. В опытах, которые они продемонстрировали, активное участие приняли зрители. Посмотреть на диковинные явления в руках ученых пришли юные боевляне и их родители. Им шоу было не менее интересно, чем детям. Ведущие доступно объясняли законы физики и химии и показывали их на практике. Веселые опыты – это море позитива и хорошего настроения. Скучно не было никому. Кроме этого, опыты абсолютно безопасны. Боевлянам эта программа еще мало знакома, но на самом деле шоу существует уже пять лет. За это время было проведено 4000 представлений, в которых приняли участие более 15000 детей. Те, кто в буй решил провести один из выходных дней в научном стиле, не пожалел об этом. Качественные реактивы, опыт проведения экспериментов – все это привлекало внимание зрителей в течение полутора часов. Воздух, вода, огонь, газ – чего только не придумаешь с ними. На столе у ведущих целая химическая лаборатория. Эти научные выходные запомнятся и детям, и взрослым надолго. На сегодня у нас все новости. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч. В школе.